Православные христиане сегодня отмечают праздник Святой Троицы. В цверках и монастырях по всей стране провели праздничные литургии. Верующие несли в храмы букеты цветов и трав. Как прошли богослужения во Веденском мужском монастыре, расскажут наши корреспонденты. Переполненные храмы, сотни прихожан, а также праздничные литургии. Православные христиане встречают Троицу. Сегодня большой праздник. Это рождение нашей церкви православной. В Веденский мужской монастырь. Помолиться о родных и близких каждое воскресенье сюда приходят сотни верующих. Но сегодня в храме яблоку негде упасть. Я очень люблю этот храм. Здесь икона чудотворная, призывая смирение. Мы очень любим ее, ходим к ней. Помолиться у иконы выстраивается очередь. Такой ажиотаж не случайен. Решили помыть ее. Оказалось, что стекло было грязное, а просто икона отобразилась. Икона показывает нахождение на небесах предчистой владычицы, которая может помочь нам своими молитвами перед своим сыном. Эти люди стали получать очень много исцеления. Исцеление получил и брат Анны. Девушка посещает храм постоянно. Признается, молится иконе часто. У меня был случай, когда младший мой брат заболел скарлатиной. Сыпь-посыпь пошла. Это страшная болезнь. И мы с мамой пришли к этой иконе. Мы жили здесь недалеко. Пришли к этой иконе и на коленях молились. Вот долго все равно молились. И когда вернулись домой, то ребенок был здоров. Даже ни температуры, ни одного прищика не осталось. Помолиться Божьей Матери может каждый желающий, говорят, в Веденском мужском монастыре. Ведь икона находится в храме постоянно. Вывозят ее крайне редко. Да и то соблюдая все православные каноны и законы государства. За все время пребывания иконы здесь в монастыре, икона покинула монастырь только два раза. Икона уезжает, она всегда путешествует с благословения его блаженства обязательно и с разрешением Министерства культуры. Есть все документы. Всегда обращаемся к госорганам, всегда получаем на это разрешение. Вот документы, которые подтверждают, что икона вывозилась. Стоят отметки, как она вывозилась. Написано, пожалуйста, отметка до звона, до вывозения из Украины. Вот заключение Департамента культуры. Кроме молитв о здоровье, прихожане и священнослужители просят у Божьей Матери мира в Украине. Говорят об этом и сегодня, в День Святой Троицы. Ведь прежде всего это праздник мира и благословения. Хочется, чтобы на нашей земле был только мир, счастье и радость у людей. Всем обязательно мира. Константин Редин, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.